Здравствуйте дорогие друзья! С вами как обычно по понедельникам Глеб Задой и это видео прогноз на предстоящую торговую неделю. Традиционно начинаем с небольшого обзора новостей. Во-первых, друзья мои, знаменательное событие. Нас с вами уже 70 тысяч подписчиков на моем канале. Друзья мои, все кто смотрит за моими видео, следят за моими видео. Вы большие молодцы. Вам всем и каждому отдельное спасибо. Спасибо. На моем как раз основном канале на прошлой неделе для вас выгрузил видео про самую жесткую схему развода на рынке Форекс. Если вы еще это видео не смотрели, обязательно посмотрите. Я думаю, вам будет полезно и интересно это видео увидеть. На канале Миллионеры Струщоб мы записали для вас видео о том, стоит ли покупать франшизу или все-таки есть смысл озадачиться открытием собственного бизнеса с нуля. Довольно часто мне такие вопросы люди задают, поэтому если этот вопрос для вас актуален, то обязательно смотрите это видео. У нас на прошлой неделе закончился мартовский поток мастер-группы и в апреле мы решили стартовать еще один поток. Но это будет немножечко нестандартная мастер-группа. Если на мартовской мастер-группе было больше практики, то вот на следующей мастер-группе практики будет еще больше, потому что на мастер-группе апрельской, мы ее назвали концентрат, будет 2 недели, 2 дня, конечно же, теории такой плотной выжимки. Той информации, которая вам нужна для того, чтобы зарабатывать деньги на финансовых рынках, а далее уже 5 дней мы будем с вами торговать, искать точки для открытия позиций и вместе зарабатывать. Поэтому жду вас всех на апрельскую мастер-группу. Следующая, сразу скажу, будет не ранее, чем в июне и даже скорее всего в июле. Ну а после апрельской мастер-группы у нас стартует в мае курс Real Time Trading, на который я тоже вам всем рекомендую записаться. Это уже чисто практический курс обучения, где мы никакой теории не разбираем, только практика, только поиск точек под рынок и только зарабатываем деньги на финансовых рынках. На все эти курсы обучения вы можете записаться, друзья мои, по-прежнему на сайте ao24.io. Итак, итоги розыгрыша прошлой недели и новый розыгрыш я анонсирую в конце этого видео. А сейчас мы переходим к новостям рынка финансового. В понедельник у нас публикуется индекс PMI в Германии, точнее он уже был опубликован, собственно, немножечко поднадавил на евро. Также индекс PMI в Великобритании и индекс потребительских цен в Европе тоже вышел достаточно негативный. Но не сказать, что какая-то сильная реакция на рынке была. Евро и так достаточно длительный период времени уже находится под давлением. Помимо этого в понедельник ожидаются данные по розничным продажам в США. Во вторник нас ожидает решение по процентной ставке в Австралии. В среду розничные продажи. Также в Австралии данные TDP по рынку труда в США. В четверг нас ожидает публикация протоколов Европейского Центрального Банка. Ну а в пятницу традиционные новости по рынку труда в Соединенных Штатах Америки. Кстати, у нас будет вебинар по Non-Farm Parals, на который вы можете зарегистрироваться, перейдя по ссылке, которая обязательно будет под этим видеороликом. Ну а мы с вами переходим, друзья мои, к валютным парам. Начинаем с единой европейской валюты. Евро на недельном графике снижается, на графике дневном. Формально мы находимся в таком вот расширяющемся боковом диапазоне. Но с учетом того, что мы не переписали в конце прошлой недели минимум, соответственно, есть некоторые предпосылки к началу нового восходящего тренда здесь. На графике H4 мы пока еще находимся в состоянии нисходящего тренда. Ключевым сопротивлением для пара выступает отметка 1.12.700, далее 1.13.200 и 1.13.600. Ключевая поддержка 1.12.300, далее 1.11.900 и 1.11.500. Скользящие среди на недельном графике снижаются, на графике дневном снижаются, на графике 4-часовом снижаются. Индикатор RSI на графике недельном, 13-й в зоне нейтральной, тройка в зоне перепродности. Конвергенция здесь продолжает формироваться, обратите внимание, на графике D1. Но можно сказать, что оба индикатора в зоне нейтральной и на графике H4 здесь также оба индикатора в зоне нейтральной. Собственно, что касается рекомендаций по евро. Напомню, на прошлой неделе мы подбирали вот в этом диапазоне, где-то в районе отметки 1.13 ровно. В моменте эти сделки давали довольно неплохую прибыль, но в конечном итоге уровень был пробит и, конечно же, мы увидели дальнейшее снижение единой европейской валюты. Очень противоречивая ситуация сейчас, интересно, складывается на евробаксе. С учетом вот того конвера, который я вам показывал уже неоднократно в недельном графике, прежде чем стартануть наверх, а мы неизбежно здесь стартанем наверх, нужно, вероятно, переписать минимум и, скорее всего, нас в ближайшее какое-то время все-таки ждет попытка пробоя отметки 1.11900 и ниже этого уровня надо открывать сделки на покупку. Вот я уже обозначил здесь диапазон, где-то в диапазоне от 1.11500 до 1.11900 можно подбирать. Но в любом случае я бы рекомендовал подбирать там только после появления каких-то дополнительных подтверждающих сигналов, потому что нащупать дно и предсказать, где будет конкретно точка разворота, друзья мои, это крайне неблагодарное занятие. Переходим к британцу. Британец на неделе растет, на графике D1 снижается, на графике 4-часовом снижается. Ключевая поддержка по фунту, точнее сопротивление, это отметка 31800, далее 1.32600 и 33300. Ключевым уровнем поддержки выступает отметка 1.31 ровно, далее 1.30 и 1.29200. Скользящие среди на графике недельном снижаются, на графике дневном растут, на графике 4-часовом снижаются. Индикатор RSI на графике недельном оба в нейтральной зоне, график D1 оба в нейтральной зоне и график H4 здесь 13-й в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности. На прошлой неделе, напоминаю, вот он диапазон отмеченный, где стоило продавать, я надеюсь, что вы воспользовались данной рекомендацией. И довольно неплохо, ну допустим, из середины этого диапазона, если померить, в моменте 2500 пунктов прибыли давала наша рекомендация. Но по какой-то причине мы не дали повторную рекомендацию покупать от 1.30 до 1.3600. А ведь кто подписан на мои ежедневные прогнозы, кстати, кто выиграл прогнозы ранее, смогли эти сделки открыть. И сегодня мы как раз тоже с вами разыграем три подписки на месяц на аналитические прогнозы, рекомендации на ежедневные. Вот эта идея себя отработала, ее можно, в общем-то, убирать. Покупки мы не зацепили, хотя с подписчиками мы их держим. И, вероятнее всего, у нас снова будет попытка в этот же диапазон вернуться. То есть где-то 1.31800, может быть, 32.600. Скорее всего, ближе к нижней границе этого диапазона. И отсюда нужно будет снова открывать, друзья мои, сделки на продажу. Других вариантов здесь развития событий пока по фунту я, наверное, не вижу. Единственный момент, конечно, если уровень 1.32600 будет пробит, то это, конечно, будет явный сигнал к развороту, очередному развороту пары наверх. Насколько длительным будет, конечно, такой вопрос исторический. Переходим к австралийцу. Австралийца на недельном графике снижается, на графике дневном растет, на графике H4 в боковике мы находимся. Ключевое сопротивление это 0.71700, далее 72 ровно и 72.400. Ключевая поддержка 71.200, 72.700 и 74.00. Скользящие среди на недельном графике снижаются, на графике D1 снижаются, на графике H4 растут. Индикатор RSI на графике недельном 13 в зоне нейтраль, ну, в общем-то, тройка так едва, едва там зашла в зону перекупленности. График D1 логичная ситуация, 13 в нейтральной зоне, тройка едва, едва зашла в перекупленности. График H4 здесь, ну, то же самое, в общем-то, тройка в нейтральной зоне, тройка в зоне, 13 в нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности. Итак, рекомендации, которые мы давали на прошлой неделе. Напоминаю, вот здесь вот мы с вами открывали сделки на покупку в диапазоне где-то от 70.800 до 71, грубо говоря. Те, кто воспользовались данными рекомендациями, кого не смутил пробои под конец недели этого уровня на 4-часовом таймфрейме, в общем-то, те на данный момент держат прибыль порядка 500 пунктов прибыли. Не густо, но тоже достаточно неплохо. И с учетом тех назревающих перекупленностей, которые мы видим, наверное, это тот максимум, который валютная пара сейчас реально способна дать. Мало вероятно, что нас ждет какое-то уж больно стремительное укрепление. И, скорее всего, при подходах к 71.700 мы снова забуксуем. Вот здесь можно будет аккуратненько открывать сделки на продажу. Но учитывайте, что мы уже несколько раз подбирались к 71.700. Каждый раз пока отбои были и на позапрошлой неделе, и на прошлой неделе. Но все-таки третий подход мы уже пробить. И вот если пробьем, то, соответственно, можем уйти к более высоким уровням. Ну, опять же, ну куда? 72. То есть вот этот диапазон, наверное, 70.700, либо 72 можно продавать. Переходим к доллар-иене. Доллар-иена на недельном таймфрейме снижается на графике D1. Ну, давайте скажем, что тоже снижается. График H4 с доллар-иена растет. Ключевое сопротивление 111 ровно. Далее 111.600 и 112.100. Ключевая поддержка 110.400, 110 ровно и 109.400. Скользящие среди на недельном графике указывают на боковое движение пары. На D1 боковое движение пары. Ну, и график H4 тоже боковое движение пары. Индикатор RSI неделя оба в нейтральной зоне. D1 13-й нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности. График H4 здесь уже оба индикатора в зоне нейтральной. И напоминаю, что последняя рекомендация у нас была покупать ниже отметки 1.10 ровно. И вообще, пока мы на прошлой неделе писали видеопрогноз, я думаю, в принципе, можно из текущих покупать. Так что те, кто купили, ну, даже, допустим, на отметке 110, на данный момент порядка 950 пунктов прибыли, а в моменте было около 1150. В общем-то, не такой уж большой потенциал роста у доллара и иены остался. Я думаю, что, ну, максимум мы сходим куда-нибудь в район 111.600. И вот отсюда уже можно, соответственно, будет открывать сделки на продажу. И если вдруг пара вернется в диапазон 110-110.400 вот сюда, то это будет зона для открытия сделок на покупку. Вот такую вот вилку я вам даю на этой неделе. Ну, и переходим мы с вами к биткоину. Разочарование последних нескольких лет уперлось в тот самый уровень, о котором я говорил, где-то в районе 4-4 с копейками тысяч долларов. И пока пробоя этого диапазона нет, соответственно, мы занимаем медвежью позицию. Тем более, что даже вот на графике D1 сейчас я вижу, есть дивергенция, у нас 4-4, потому что очень есть дивергенция, которая опять же подтверждает то, что биткоин надо упасть. Потенциала для роста биткоина в ближайшее время я, к счастью или к сожалению, не вижу. Итак, это все по рекомендациям. Переходим мы с вами к розыгрышу, друзья мои. Итак, как вы видите, вот я открыл прогноз прошедшей недели. Три случайных стопа сейчас выявят трех обладателей подписки на аналитические сигналы и рекомендации на сайте ау24.io сроком на один месяц. Итак, мотаем вниз стоп. Ну и Владимир Павленко, ну ему, наверное, судя по количеству комментариев, надо было бы дать просто за старание этот приз. Но мы ему даем, в общем-то, по-честному за то, что он комментарий этот оставил. Вот он, Владимир Павленко. Это первый победитель. Итак, следующий будет забавно, если будет снова Владимир Павленко. Стоп. И опять мы попали на Владимира Павленко, но так как он у нас выиграл уже, мы попробуем дать кому-нибудь еще. Итак, мотаем еще вниз стоп. И попадаем мы на Александра Крот. Вот так, Александра Крот, да, знаем, такого есть. У нас такой подписчик тоже выигрывает подписку сроком на один месяц. Ну и давайте еще вниз, 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 еще вверх. Снова вниз стоп. И мы попадаем на Данила Пустовой. Данил Пустовой тоже у нас выигрывает подписку на аналитические сигналы на один месяц. Итак, друзья мои, следующий розыгрыш. Ну, судя по количеству ваших комментариев, а вы комментариев написали немало под прошлым видеопрогнозом, я так понял, что идея с прогнозами вам ежедневно и понравилась. Итак, с условия следующего розыгрыша. Снова разыгрываем три подписки на аналитические сигналы. Значит, единственное, что мне сказали, что бесплатно вот просто так ничего давать нельзя. Поэтому давайте мы сделаем беспрецедентную вещь. Сделаем подписку с 90% скидкой. То есть, ну там буквально оргвзнос минимальный. Оплачивайте, который даже не покрывает каких-то наших мелких транзакционных издержек на рассылку вам этих смс. Тогда, значит, что нужно сделать? Ставим лайк под этим видео. Обязательно, видите, я лайк уже поставил, да, вот под прошлым видео и под этим видео тоже обязательно поставлю лайк. И пишем комментарии. И случайным образом среди комментаторов мы выберем трех человек, каждый из которых получит 90% скидку на аналитические прогнозы и рекомендации на сайте AO24.io. Итак, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ежедневные прогнозы, на них вы можете подписаться на AO24.io. Все курсы обучения тоже там на AO24.io. Все ссылочки в описании к этому видео. Всем большой удачи, успехов торговли и до связи на следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...